Отлично вы меня слышите. Добрый день, друзья, еще раз на связи Astana Hub, меня зовут Аяжан, я сотрудник пиар-команды Astana Hub. И хотим поделиться отличной новостью для вас. Мы запустили серию прямых эфиров теперь и в Instagram, так что мы с вами будем чаще, вы сможете быть с нами на связи. Я буду выходить в прямые эфиры, будут выходить мои коллеги, мы будем приглашать интересных спикеров среди стартапов, среди IT-предпринимателей, которые уже имеют свой успешный бизнес. Так что подключайтесь к нам и сегодня нашим первооткрывателем прямого эфира будет Байжан Канафин, основатель ТО-документолог, это система электронного документа оборота. И хотелось бы отметить, что документолог уже на данный момент имеет 19 тысяч клиентов, как среди государственного, так и среди частного сектора. Сейчас я приглашу Байжана к нашему прямому эфиру и надеюсь, что все пройдет у нас сегодня отлично. Байжан, пожалуйста, отправьте нам доступ, разрешение, чтобы мы вас спустили в наш прямой эфир. Мы напоминаем, что сегодня у нас состоится прямой эфир с Байжаном Канафиным. Байжан, прошу вас, отправьте доступ, чтобы подключиться к прямому эфиру. Выйти в прямой эфир из сферы IT, интересные стартапы. Так что мы будем давать вам какие-то кейсы, как в условиях карантина создать свой стартап, с чего начинать, какие ниши нужно выбирать и так далее. Еще раз, пожалуйста, Байжан, отклонил, подключайтесь, пожалуйста, к нам. Жду ожидания. Жду. Ура! Байжан, здравствуйте! Очень рада вас видеть. Как вас дела? Заимно, заимно. Спасибо, хорошо. Ну что ж, мы вас поздравляем, вы у нас сегодня первооткрыватель прямых эфиров в Инстаграм. Я думаю, что наш такой первый прямой эфир пройдет в лайтовом достаточно режиме. Мы, в принципе, расскажем о том, с чего начинать стартапы, как двигаться, какие ниши нужно выбирать. К нам пришли вопросы по отношению к вам, так что мы сегодня обязательно спросим о них у вас. И, ребята, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете оставлять их здесь в комментариях. Ну, для начала давайте, наверное, расскажем еще раз для тех, кто только присоединился, что такое документолог, кто такой Байжан Канафин. Еще раз, Байжан Канафин, основатель, то документолог. Документолог — это система электронного документа оборота. И, Байжан, вы готовы отвечать на наши провокационные вопросы? Я с удовольствием готов ответить. Очень надеюсь, что данный эфир будет полезен как для молодых ребят, так и для состоявшихся предпринимателей. Сразу могу сказать, что перед эфиром я говорил вашим коллегам и вам, что, наверное, я не самый позитивный буду гость в плане того, что какие-то позитивные советы, наверное, у меня они будут, но их и так будет много. Но зато будут реальные практические кейсы и мои мысли по поводу IT-сферы у нас в Казахстане. Окей, ну, мы живем в реальном мире, будем говорить о реалиях на сегодняшний момент. Ну, давайте начнем наш эфир с того, что хотелось бы сказать, что наш технопарк, Astana Hub, за время всех образовательных программ с момента нашего открытия обучил уже свыше 300 стартапов. И буквально каждый день к нам приходят вопросы о том, если есть идея, с чего нужно начинать свой стартап. Я думаю, что этот вопрос первый как раз-таки я хочу вам адресовать. С чего начинать IT-стартапу, если есть идея, но вот нет таких знаний первоначальных? Да, спасибо за вопрос, Айжа. Прежде чем начать, прежде чем ответить на вопрос, с чего начать, нужно сначала задать для себя вопрос, почему ты хочешь это сделать? Зачем тебе стартап и начинать что-то новое? Почему? Потому что стартап – это только красивое слово. На самом деле это бизнес. Это настоящий бизнес во всем его проявлении. Вы, наверное, знаете эту статистику, когда 99% всех начинающих бизнесов прогорают в первый год. Грубо говоря, оставшиеся 0,5% не выживают в ближайшие три года. Так вот, наверное, для Казахстана эта статистика еще хуже, еще сложнее. Поскольку, ну вот мое мнение, поскольку самое драгоценное, что у нас есть в нашей жизни, это время, вот, соответственно, каждый для себя должен решить, готов ли он инвестировать свое время, да, свои ресурсы, финансовые временные, другие ресурсы для того, чтобы рискнуть. В принципе, готов ли он к трудностям, да? Да, готов ли он к тому, что год-два, возможно, больше из его жизни будут достаточно дискомфортными. Это первый вопрос. Это первый вопрос. И второй вопрос. Когда человек говорит или принял для себя решение, что он действительно готов и хочет рискнуть и попробовать себя в бизнесе, то дальше уже встают ответы на другие вопросы. Он это делает для того, чтобы заработать себе на деньги или создать какую-то инновационную компанию, вот, или, ну, то есть он должен определить цель. Потому что бизнесы или стартапов бывают двух видов. Первый вид – это инновационный стартап, когда люди создают что-то новое, чего еще нету на рынке, либо в мире нету, да, и люди планируют выйти на рынок с новым продуктом, чтобы создать для себя так называемый голубой океан. И, соответственно, взять слитки. Это первый вариант бизнеса. И второй вариант бизнеса – это когда просто копируется какая-то существующая бизнес-модель. Ну, она где-то есть в другом, в другой стране, и соответствующая бизнес-модель копируется здесь. Вот эти два варианта бизнеса, каждый имеет плюсы, каждый имеет минусы. В первом варианте больше рисков, но больше вероятность того, что ваши риски окупятся многократно в случае успеха. А второй вариант – это то, что вы уже выходите на рынок не первыми, и, соответственно, возможность больших заработков, она меньше. Ну, и, соответственно, каждый для себя должен определить все-таки, какой вид стартапа он хочет начинать. И, исходя из этого, уже дальнейшие действия. Но первый вопрос все-таки для себя твердо быть уверенным, что выйти из зоны комфорта в ближайшем… Да, да, я готов. Хорошо, отлично. Исходя вот из ваших слов, теперь нам поступил такой вопрос. В каком направлении стоит двигаться IT-стартапу? Какие ниши сегодня актуальны, да? Ведь очень важно именно, чтобы стартап решал проблемы людей и упрощал, да, во многом их жизнь. Какие, возможно, вы вот посоветуете те самые ниши для начинающих стартапов? Мы сейчас говорим про наших ребят из Казахстана или вообще в целом абстрактно? Я думаю, да. Из ребят из Казахстана как раз-таки… Какие проблемы сегодня у казахстанцев, да? Чтобы, возможно, взять вот… Взять век от других стран. Спасибо, да. Да, сразу хочу сказать, что Казахстан очень специфичный рынок. Он специфичен в двумя способами, в двух категориях. Первое – это то, что у нас очень большая территория и низкая плотность. У нас достаточно маленький рынок, всего лишь 18 миллионов. Поэтому и достаточно низкая платежеспособность населения, нестабильные тенге. Вот эти все факторы, они сильно влияют на ваших потенциальных клиентов, на ваш рынок сбыта. Поэтому Казахстан достаточно специфичен с точки зрения потенциального успеха. Плюс еще, я хочу сказать, нужно принимать во внимание, что у нас очень сильное и большое влияние государства в экономике. Почти 90% основных заказчиков у нас, по крайней мере в IT-секторе, это государства, либо же крупные государственные, либо окологосударственные компании, которые в итоге в своей совокупной стоимости являются заказчиками почти 85-90% IT-заказов. Есть у нас своя специфика того, как принимаются решения в государственных вот таких крупных проектах. Ну, вы, наверное, знаете, там есть вероятность коррупционных рисков, третья, десятая. Вот сейчас ситуация улучшается, но, тем не менее, факт остается фактом. Там очень специфика такая. Теперь, вот когда мы понимаем теперь, что у нас в Казахстане есть вот такая ситуация, ее нельзя игнорировать. Да, просто взять, посмотреть сейчас на наших текущих IT-компаний. Вот если лет 5 или 7 назад у нас крупных IT-компаний, либо компании, которые себя твердо чувствовали и уверенно себя чувствовали, твердо стояли на ногах, было, ну, порядка, наверное, больше 100, да, то за последние 5 лет, а за последние 2-3 года рынок или количество таких IT-компаний сузилось там до 15. Да, это связано в силу чего? В силу того, что раньше, когда тенге был дорогой, когда, соответственно, у государства было много ресурсов финансовых, очень много было проектов экспериментального рода, когда можно было консалтинг покупать, можно было выступать посредником и продавать западный софт, западные продукты. И даже было больше возможности рисковать, ну, то есть выделить какие-то, соответственно, ресурсы для того, чтобы, да, чтобы дать возможность проверить концепцию либо тот или иной проект. Сейчас, вот особенно после кризиса, все буквально, в том числе и государственные структуры, пересмотрят свои расходы. Ну, то есть рынок заказчика сильно сузится, в том числе и для уже крупных компаний. Поэтому текущий кризис, он достаточно серьезно повлиял на весь IT-рынок уже стабильных компаний. Они тоже потеряли почву из-под ног. Не говоря уже о стартапах. Поэтому, когда стартап говорит о том, как и в чем ему сейчас развиваться, мое мнение, если бы меня так спрашивают, то я бы, наверное, обратил внимание на действующие крупные компании и посмотрел бы, как стартап может использовать экосистему этих компаний. Да, вот, грубо говоря, приведу примеры документолога. У нас 19 тысяч компаний, у нас очень большая экосистема, и, соответственно, вот любому стартапу, наверное, вот если бы к нам пришел бы какой-нибудь стартап и сказал, вот, Байжан, смотрите, у нас есть какое-то решение, какой-то продукт, который был бы дополнением к вам и дал бы дополнительную ценность вашим клиентам, допустим, да, там, я не знаю, это будет по безопасности, по идентификации какой-то, да, там, может быть, какие-то еще вещи, то почему нет? Нам, соответственно, очень выгодно было бы дополнить наш спектр, чтобы дать еще большую пользу клиенту. И это, соответственно, ситуация win-win. Сказать, что сейчас стартапу очень легко выйти на рынок с новым продуктом, либо вот конкурировать уже с существующими компаниями, это достаточно сложно. Все-таки это бизнес. Еще раз я хочу повторить, бизнес – это достаточно жесткая штука, жестокая. Там нету, в бизнесе нету понятия, нету понятия социализма какого-то, да, либо понятия, там, справедливости, там, что-то вот еще, да. Вы видите, что богатые компании, такие как Facebook, Microsoft, Google, они на корню скупают все маленькие стартапы. Да. Как только они становятся популярные зачастую. Да, 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 да. Богатые страны, они ни в коем случае не заинтересованы в том, чтобы появлялись какие-то новые конкуренты. Это рынок бизнеса, и, к сожалению, рынок, да, вот человеческой, наверное, сущности. Поэтому, если говорить о том, что создавать стартапы, надо оглянуться вокруг, посмотреть, чем вы можете быть полезны уже существующим экосистемам. Вот Каски есть, очень хорошая экосистема. Очень хорошая экосистема, да, допустим. Есть Челков, тоже очень хорошая экосистема. Есть ребята из Сергея, которые делают очень хорошие экосистемы. Вот они, грубо говоря, есть один, две, три, пять компаний, которые уже обладают экосистемой. Надо, соответственно, подумать, как можно найти точки соприкосновения с их экосистемой. Это мое мнение. Еще раз, я могу ошибаться. Окей. Ну, сейчас согласитесь вы или нет, особенно актуально, мне кажется, и заметна эта система, ниши здравоохранения, питания, доставка там еды, продуктов, да, особенно актуально стало сейчас. Все верно, но просто это достаточно тривиальные сервисы. Это, то есть, ноу-хау там вряд ли, очень сложно придумать ноу-хау в таких сервисах. И эти сервисы очень легкие для входа. Но удержать, да. Новых игроков. Новых игроков. Вот если брать, допустим, рынок доставки, он достаточно простой. И конкурентное преимущество будет иметь те компании, у которых больше и лучше выстроены внутренние процессы, у которых больше ресурсов на маркетинге, рекламу, что-то в этом роде. Окей, Байджан, у меня такой вопрос назрел. Вот смотрите, да, особенно сейчас актуальный. Есть уже готовый бизнес. Как, с чего нужно начинать, чтобы оцифровать его? Какие вы можете дать советы, да? Готовый бизнес. У готового бизнеса должно быть понимание, а что он продает, какой его основной продукт, основная ценность. Вот в текущем, современном мире, наверное, бизнес будет тогда конкурентоспособен, когда он будет лидером в своем, когда он будет стремиться стать лидером в своем сегменте. Неважно, что это. Консалтинг, какое-то еще, еще. Ну, то есть узкая концентрация на своих компетенциях. Очень узкая. Прямо вот настолько узкая, насколько это возможно, для того, чтобы оставаться профессионалом и не распыляться. Это первый момент. Второй момент, как его оцифровать. Оцифровка, все зависит от того, насколько руководитель, либо основатель понимает свои процессы. Насколько он понимает, сколько времени требуется ему для того, чтобы от момента завоевания клиента до момента закрытия договора для доставления того или иного сервиса проходит время. Его задача оптимизировать свои процессы настолько, насколько, чтобы сократить вот это время time to market, time to delivery. То есть возможность за меньшие ресурсы, за меньшее время дать клиенту, закрыть клиенту его потребность. Я приведу пример на нашем. Да, я приведу пример по рынку документа оборота. Буквально пять лет назад, наверное, вот те, кто нас смотрит, знают, что там проект по внедрению документа оборота, это был большой проект. Обычно он длился, средний срок длился от полугода до года. И процент успешности был там 35-40% успешности. Мы сейчас, да, вот постоянно оптимизируя свои процессы, мы дошли до того, что мы внедряем системы документа оборота за один день в крупных компаниях. И более того, яркий пример был как раз, когда был объявлен режим чрезвычайной ситуации, и наши государственные органы вынуждены были уйти на удаленный режим работы. Да, да, да. Но поскольку в госорганах использовался лотос, а это толстый клиент, соответственно, удаленного доступа не было, мы за одну неделю смогли полностью 28 государственных органов перевести на платформу документов. То есть мы внедрили документолог за неделю в 28 крупных компаниях. Ну, здорово, это отличный результат, я считаю, да, отличный. Это я к чему говорю? Это к тому, что нужно постоянно, называется, работать над excellence of your business process, постоянно стремиться к совершенствованию и автоматизации своих внутренних бизнес-процессов. Окей, раз уж мы заговорили о документологе, я знаю, что компания зародилась 12 лет назад. Вообще, можете поделиться с нами, как зародилась идея, да, с чего вы начинали? Если брать меня, вот я закончил Германию, германский вуз магистрскую степень, я там проработал порядка 8 месяцев в компании Siemens, вот, после окончания магистрской степени, магистрской степени, вот, и вернулся в Казахстан с твердым пониманием того, что, ну, Германия, она слишком стабильная страна была для меня. Там встаешь в 6 утра, у тебя полседьмого работа начинается, в 4.30 ты ее заканчиваешь уже, все. И, соответственно, для меня, для молодого, 4.30 это было что-то невероятное, и там у тебя еще весь день впереди, а что-то мне было жалко этого времени, поэтому... Чем заняли для себя. Да, да, поэтому при всем, при том, что зарплаты были хорошие относительно, я решил ее вернуться в Казахстан. Вот, и начал свою работу с стандартной, вот, вышел в Казахстан Тимир Жоле, вот, работаю, ну, то есть я первые 5-6 лет работал на 2-3 работах параллельно. Ну, то есть я никогда там не уходил, никогда не уходил полноценно в свой, вот, занимался своим бизнесом. Первый мой проект был, первый мой проект был, он назывался 303030.kz, это, может быть, или citylife.kz, это был каталогизатор ресторанов, меню, баров, вот. Вот, то есть я старался сделать, я сделал интернет-бизнес свой, вот, но потратил на него 2 года или 3 года, и в то время не было понятия венчурного финансирования, интернет был достаточно дорогой штукой, и скорости были. И в итоге, как бы мне не больно было, мне пришлось его закрыть, этот проект. Но уже был опыт, и параллельно с тем проектом у меня была команда ребят, вот, и, соответственно, мы уже концентрировались, решили создать, как раз автоматизировали свои внутренние процессы, вот. Потом, соответственно, получилось, что вот мы познакомились с ребятами, у которых была идея как раз документолог-сет, вот, и тогда это была только совсем первая-первая версия документолога, вот, она, это совсем не то, что есть сейчас, это было только, вот. И мы объединились в то время, и потихонечку-потихонечку мой основной проект, вот, на который я леял надежды, вот, 303030.kz, он, к сожалению, оказался неудачным, вот. Но вот этот, да, вот этот проект, он приносил хоть какие-то деньги. Вот. И, соответственно, вот с того времени мы, я, соответственно, закрыл тот проект и только концентрировался на одном проекте. И за все вот эти 12 лет было очень много соблазнов начинать другие проекты, какие-то большие проекты, но, наверное, вот это была моя позиция, наверное, да, какая-то, что я не сильно гнался за большими проектами, я не гнался за большими деньгами сразу. Мне не было целей, во что бы то ни стало, заработать деньги любыми способами. Вы болели идеей вашей? Я вот, да, ну, то есть, у меня был сразу акцент, что я строю компанию. Да, ну, то есть, вы, наверное, знаете, что основная ценность в западном мире, наверное, не заработок компании, его чистый кэшфлоу, а именно капитализация компании. Да, ну, то есть, наверное, такие проекты, как Uber, как, наверное, там, Airbnb, вы четко понимаете, что может быть отрицательный кэшфлоу или доходности ноль, но при этом компания стоит огромных денег. И у меня всегда было четкое понимание, что деньги и текущие доходы не так важны, сколько итоговая стоимость компании. Важна. В итоге, что себя будет компания представлять в конце. Вот. И я всегда ориентировался на то, чтобы любой проект, который мы делали, он был в копилку стоимости компании. Тут вопрос поступил в комментариях. Сотрудники вашей компании перешли на дистанционный режим? Абсолютно. Все, все, все сотрудники нашей компании работают на дистанционном режиме. У нас вообще, честно говоря, вот у нас нету, у нас все процессы настолько автоматизированы внутри компании, что необходимости прям физическое присутствие, по крайней мере, у руководства нету. Просто, безусловно, требуют большой ответственности со стороны менеджмента, со стороны каждого сотрудника компании. У нас компания небольшая. Да, Айжан? У нас компания сейчас 73 человека. То есть мы достаточно аккуратно и осторожно подходим к тому, чтобы расти без... Мы за количеством сотрудников не гонимся. Мы гонимся за тем, чтобы каждый сотрудник был максимально производителен и эффективен. Ну, здорово. Это отлично. Теперь 73 сотрудника, да, у вас? Да. Скажите, пожалуйста, вот вы как руководитель, да, крупной такой IT-компании, какие можете дать советы для начинающих, да, SEO, для начинающих основателей, какие нужно воспитывать, может быть, прокачивать в себе знания и навыки, да, чтобы стать успешным руководителем? Ведь зачастую даже те же IT-шники, они очень интровер... Они большие интроверты, да, и не всегда им легко получается общаться с бизнес-сектором, с государством, с клиентами и так далее. Какие вы можете дать советы? Что нужно в себе прокачивать? Супер вопрос, Айжан, отличнейший вопрос и очень важный вопрос. Это еще раз к тому, что бизнес очень тяжелая штука. Вот реально быть бизнесменом, оно, ну, наверное, 5% всего населения. И не нужно, может быть, быть бизнесменом, это постоянный стресс. Мало того, что это постоянный стресс, ты должен 24 часа в сутки себя держать в тонусе и постоянно быть нацелен на развитие. На развитие, развитие, развитие всех своих компетенций. Первую очередь, свои базовые компетенции, своего, скажем так, какой продукт производит твоя компания. Там ты должен быть суперпрофессионалом. Это первый вопрос. Чем больше с ростом компании у тебя начинаются проявляться потребности в других компетенциях. Первая компетенция — это научиться руководить людьми. Это, вот, всю жизнь ты будешь этому учиться, и всю жизнь ты будешь понимать, что ты ничего не понимаешь в управлении людьми. Потому что, ну, это чужая душа потемка, потемки, вот, и очень сложно понять, да, там, что является ключиком для мотивации и управления людьми. Это второй момент. Третий момент — у тебя начнется потребность в знании корпоративных финансов. Как, что такое бухгалтерия, как управлять деньгами, да, как считать упущенную выгоду, упущенную прибыль, как понять, какие твои управленческие показатели, какой твой итоговый кэш, какой, что такое метод начисления, что такое, ну, то есть, знаний никогда не бывает мало. Никогда не бывает мало, да, ну, то есть, третий процесс, после того, как ты чуть-чуть больше, ты начинаешь познавать, что такое финансы, начинается понятие маркетинга. Как научиться продавать, как себя представлять в этом мире, да, чтобы о тебе узнавали, как доносить информацию о себе до твоих потенциальных клиентов. Сейчас, тем более, очень мир быстро меняется, каналы становятся совсем другими, да, там тебе нужно будет изучать. После того, как ты все это изучаешь, ты начинаешь понимать, что ты можешь, и ты можешь сам. Тебе нужно научиться делегировать. Это еще одна большая проблема. Как только ты начинаешь, как только ты начинаешь делегировать, ты начинаешь понимать, что у тебя постоянно борется внутри, а может проще самому сделать, чем ты сидишь и вот ждешь, пока твой сотрудник это сделает. Ну, в общем, предпринимателю основной совет, ему придется учиться всю жизнь. Всю жизнь надо будет развивать свои навыки. Еще я хочу сказать, что такое IT-предприниматель, Жан, и все коллеги, наверное, скажут. Работать с IT-шниками еще сложнее. Почему? Потому что IT-шники очень умные люди. Они по своей натуре люди, которые очень логически мыслят. Они всегда доступны, у них всегда доступен интернет, они всегда смогут найти вопросы, ответы на свои вопросы. Они всегда очень логические и основать. Так вот, руководить IT-шниками, вот IT-шник нужно человеку, который обладает какими-то большими компетенциями. Никогда IT-шник не сможет полноценно быть эффективным, если он находится в подчинении более слабого человека, либо не IT-шника. Поэтому если уж говорить IT-стартап, то вы представляете вот какой впереди путь? ты мало того, что должен быть самым очень высоким профессионалом во всех отраслях, так еще и, соответственно, накладывается вся вот эта линейка того, о чем я сказал. IT-бизнес это тот еще вызов. Сразу скажу, это не сладкий хлеб и нелегкий хлеб. Да, еще раз месседж готовьтесь к трудностям, да, этот путь не так легок. Отлично. Ну, да. Байжан, я заметила на вас футболку айронмена, да, финишера айронмена. Насколько я знаю, вы дважды финишировали дистанцию полную айронмена. Для тех, кто не знает, да, мы можем напомнить. Если я ошибусь, вы, пожалуйста, меня поправьте. Это 42 километра бега, 180 километров вела и 4 километра плавания, правильно? Да, сначала плавательный этап 3,8 километров, потом 180 километров на велосипеде должен преодолеть и 42 километра пробежать. И вы дважды финишировали эту дистанцию? Я дважды финишировал эту дистанцию, я очень люблю триатлон, это было для меня открытие. Отсюда вопрос такой. Как именно вот как раз таки спорт, если вы любите триатлон, любите бег, вело и плавание, как спорт помогает вам в бизнесе? Вот если брать прямую зависимость, то спорт на прямом образом он не помогает, он помогает отвлечься, то есть у тебя в бизнесе эмоциональная нагрузка, умственная нагрузка, длительные аэробные в спорте нагрузки, это возможность отвлечься и разгрузиться. Это первый момент. Второй момент, если уже говорить об айронмене непосредственно и о триатлоне, то это очень требовательный вид спорта и вид спорта, который накладывает очень серьезные обязательства к организационным способностям человека, к тайм-менеджменту его. Просто к дисциплине, да, то есть человек должен выработать в себе привычку планировать, выработать в себе привычку знать, что у тебя есть определенные лимиты временные. Все мы люди, всем нам нравится, допустим, я не знаю, взять там, всем нам нравится петь в караоке либо играть в карты третье, десятое, и никто не имеет этой привычки, когда он ограничивает себя по времени. Я иду с ребятами, с друзьями посидеть, поужинать, и у меня есть там два часа только. Когда ты занимаешься спортом, когда занимаешься айронменом, именно тебе нужно учиться ограничивать себя во всем. Ну, скажем так, планировать свое время. Почему? Потому что сон восьмичасовой ложится до двенадцати часов ночи, это одна из обязательных составляющих успешного спорта. И бизнеса, наверное, тоже, да, часть? Здоровый сон. Как только, да, как только у тебя хорошее самочувствие, здоровье, тебе легче становится принимать другие решения в бизнесе. Байжан, спасибо большое. За время прямого эфира к нам также поступил ряд вопросов для вас. Если вы не против, я их также зачитаю вам. Такой вопрос как заниматься подготовкой айронмена дома к айронмену. Мне кажется, такой... Да, это, это, да, и те, кто увлекается айронменом, они знают друг друга, они состоят в комьюнити, они общаются друг с другом. Все достаточно просто, есть очень много упражнений для того, чтобы держать себя в тонусе, находясь на квартире. Это там прыжки на скакалке, это отжимания, это какие-то... Сухое плавание даже есть. Да, сухое плавание, какие-то там другие вещи. Вот, поэтому... При желании можно, да? Да, при желании, конечно. Окей, Байжан, тоже такой интересный вопрос. В условиях кризиса что важнее, сохранить клиентов или сохранить команду? Вопрос от подписчика. Да, супер, очень хороший вопрос. Я не знаю, как это между собой коррелирует, то есть сохранить клиента, предоставлять ему сервис бесплатно или как. Если ты предлагаешь... Кстати, вот кризис очень четко дает оценку вашему бизнесу. То есть насколько потребность в ваших услугах и в вашем сервисе является критичной для вашего клиента. Если клиент все-таки пересматривает свой бюджет и урезает какие-то расходы, это неприятно, это больно, но это повод задуматься над тем, насколько эластичен спрос ваш, спрос на ваши услуги. То есть если первый... По поводу того, что делать с командой, вот здесь как раз и проявляются все самые основные качества руководителя и основателя бизнеса, насколько сотрудники мотивированы, во что они верят. Кто-то может поделиться опционами, если нету финансовой составляющей, кто-то... Какие-то руководители могут обратиться за финансовыми ресурсами на рынке, кредитными, долю продать, что-то вот еще. Это как раз обязанности руководителя. Сказать, что на чаше весов стоят и клиенты, и сотрудники, нет. У руководителя проблемы две. И клиентов сохранить, и сотрудников сохранить. Это не трейд-офф. Точно. Поэтому это все на нем. Вот еще раз. Руководитель должен решать все, все проблемы. Если компания в проблеме, это вина руководителя. Все. Это практически всегда так. Окей. Супер. Отличный ответ. Тоже такой лайтовый вопрос поступил. Люди обращают внимание, что находится на вашем фоне. Байжан, сзади вас стоит полка с книгами. Что вы читаете? И что вы рекомендуете к прочтению? Давайте прям супер книгу, которая на вас повлияла. Спасибо. Да. Отличный вопрос. У меня был такой период, когда я очень много читал. Это был в основном период моего студенчества, где я очень... Школа, студенчество, где я очень много читал. Со временем я стал замечать, что я все больше читаю профессиональную литературу. Но одна книга, которая очень серьезно помогла мне переосмыслить мои подходы. Это Стивен Кови The Seven Habits of Highly Effective People. То есть это семь навыков высокоэффективных людей. Вот. Я рекомендую ее к прочтению для тех, кто хочет ставить смарт-цели перед собой, который должен четко разобраться в себе и понять, что и как правильно делать постановку целей для себя. поэтому вся остальная вот я много книг читаю, но я сейчас научился читать очень быстро и очень... Да. Ну то есть что я делаю? Я обычно делаю так. Вот у меня появилась какая-то потребность. Пример приведу. Допустим, я столкнулся с проблемой, связанной с бухучетом или связанным с размещением IPO, с размещением акций. Да. Как только эта проблема столкнулась, я изучаю все, что есть в интернете, всю литературу по этому направлению. Когда я разбираюсь, то же самое с Iron Man. Как только я увлекся Iron Man, я перелопатил, перечитал и просмотрел практически всю литературу, связанную с тем, как тренироваться, как эффективно тренироваться, что из себя представляет наш организм, как он реагирует на нагрузки. Это просто к тому, что я очень аккуратно подхожу к тому, что я к себе в голову. Поглощай себя. Да, да, да. Потому что у нас сейчас столько информации вокруг. Столько ее много. Поэтому я так. Мне нужно решить, да, мне нужно решить какой-то вопрос. Я быстро нахожу ответ на этот вопрос. Стараюсь найти этот ответ. Мне это интересно, я изучаю. Окей, супер, отлично. Еще такой вопрос от подписчика. Байжан, скажите, можете ли вы стать ментором или наставником для начинающего стартапа? Какие для этого есть критерии, да, что нужно сделать? Интересно. Вот спасибо за вопрос. Мне очень сложно ответить на этот вопрос, просто потому, что менторство это ответственность какая-то, да, там, ну вот, я, честно говоря, вижу себя через какое-то время, вижу себя преподавателем. Мне это нравится. Мне нравится передавать знания, мне нравится учить, но поскольку вот сейчас мой распорядок дня достаточно интенсивный, то есть у меня две тренировки в день, у меня работа, у меня семья, у меня соответственно другие обязательства есть, да, найти время, сказать, что это сейчас для меня, допустим, для меня представляет ценность, менторство, да, тем более, как я уже сказал, я достаточно скептически отношусь к нашему казахстанскому рынку. Вот при всем, при том, что мы являемся достаточно успешной компанией, я вот очень скептически отношусь к нашему рынку. Мы испытываем невероятные сложности, вот те, кто нас смотрит, вот могут из первых уст услышать, ребята, ну, даже мы, как вроде бы там компания крупная, да, но мы настолько много испытываем сложностей, нас постоянно пытаются, как говорится, обойти, с нами борются, даже государственные компании с нами борются, да, очень много нас пытаются взломать, несколько раз нас взламывали, очень много в интернете там всяких фейковых сообщений, ну, то есть наш казахстанский рынок, он очень и очень сложный, и поэтому зная вот этот рынок, я понимаю, что это настолько сложная штука, вот, да, довести стартап до его стабильности, прибыльности, что пока я не готов тратить свое время, как чтобы меня извинили, вот, те все, кто нас смотрят, да, ну, как-то вот пока я еще не вижу способ, как я могу быть полезен для стартапов так, чтобы вот это было эффективно. Может быть, вот такие эфиры с удовольствием, да, поделиться, рассказать там какие-то мысли свои, я всегда за. Да, поэтому университет такую уникальную возможность, пока есть возможность, спрашивайте, задавайте вопросы. Тоже два таких вопроса, не знаю, стоит ли их задавать, какое ваше образование, но уже до этого Байжан отметил, что он является мастером, да, вы обучились в Германии. по образованию, кто, вы айтишник? Да, да, у меня первое образование, московское образование, я в Москве закончил Московский технический университет связи и информатики по направлению телекоммуникации, и после этого я выиграл стипендию от компании Siemens, вот, и проучился два года, два с половиной года я проучился в Германии, в Штутгарде, в университете Штутгарда, это была мастерская программа по информационным технологиям, вот, в принципе, да, ну, то есть, я как выбрал стезию, так и по ней, в принципе, и иду. Угу. Еще раз, дорогие наши подписчики, аудитория, вы можете, пока у вас есть такая возможность задать все интересующие вопросы по Ижану, сейчас я уже вижу три новых вопроса, это какие изменения ожидают документолог, какие обновления? Угу, спасибо. Я, основное обновление, это то, что мы хотим сделать основным интерфейсом английский язык. Вот, да, это первый момент, ну, то есть, мы хотим и смотрим уже на зарубежные рынки, вот, да, и, соответственно, английский язык проще воспринимается и как-то легче воспринимается на зарубежных рынках. Это первый момент. Второй момент, мы планируем в ближайшее время, мы уже его объявили о нем, о том, что мы интегрировали по пакету офисных программ, вот, в наше решение документолог. Мы работаем, мы очень серьезно работаем над нашим модулем искусственного интеллекта, вот, да, внутренним модулем искусственного интеллекта, вот, это анализ больших данных, это изучение поведенческой модели пользователей, очень классная, классная штучка, вообще, она такие результаты дает, которые мы сами не ожидали даже, вот, что мы еще работаем? Мы серьезно работаем над обеспечением информационной безопасности, вот, что еще? Ну, в принципе, активно смотрим на наших конкурентов, активно смотрим на рынок, смотрим, как мы можем быть еще полезнее для наших клиентов. Еще лучше, еще полезнее, да. Здорово. Тоже такой интересный вопрос, Байжан, вы работаете, да, ваша компания, 19 тысяч клиентов, работаете с государственным сектором в том числе, и отсюда вопрос от подписчиков, как взаимодействовать с государственными органами? Расскажите свои лайфхаки. Это, да, это очень сложный вопрос, потому что вот государственная схема принятия решения или процесс принятия решения в наших государственных структурах, он настолько сложный, и он покрыт всеми возможными и невозможными барьерами. для небольшой компании будет сложно, наверное, пройти через эти все бюрократические процедуры, пока компания выиграет конкурс, соответственно, исполни договор, и только после исполнения договора, согласно государственным закупкам, только через три месяца сможешь получить деньги, два месяца получить деньги. Поэтому сработать с государством, мой опыт, вот я скажу на своем опыте, мы полтора года бесплатно работаем. Мы полтора года бесплатно работали с государством. То есть это единственный способ был, не то, что единственный мы прошли все процедуры, правильные процедуры, было объявление холдингом Зердея о разработке сервисного продукта, мы поучаствовали, вроде бы как прошли, нас объявили победителем, вроде бы прошло полгода, мы начали внедрять, и тут оказывается, что Министерство финансов секвестировало бюджет, все, денег нету. и то есть мы уже семь месяцев потратили ресурсов, а денег нету. И соответственно, что делать? Столько работы проделано было. И вот уже 8-9 месяцев мы в бесплатном режиме работали с государственными органами в надежде, что в итоге когда-нибудь финансы появятся, и мы сможем вернуть те инвестиции, которые мы сделали. Это наш нет еще. Нет, 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 нет. Это я говорю к тому, что насколько сложно работать с государственными органами. То же самое у нас есть пример работы Самрук Казана. Позиция вот пришла новая команда Самрук Казаны два года назад, и они посмотрели на рынок документа оборота среди дочерней компании. Оказалось, что мы 42 или 44% компании работают на документологии. И они начали, они приняли решение, что нельзя оказывается зависеть от одной компании. документолог слишком большую долю владеет, имеется ввиду слишком много клиентов и структуры компании, и соответственно заморозили все закупки на полтора года новые. И соответственно это официальное решение, неофициальное это попытка найти какую-то альтернативу документологу сказать. Ну, то есть, грубо говоря, искусственным способом, не рыночным способом, что клиенты выбирают, а вот каким искусственным сказать там, ну, нельзя там, грубо говоря, чтобы одна компания была... Полтора года у нас нету новых заказов среди сам рука. Это я говорю, чтобы те, кто нас смотрит, насколько даже нам сложно. поэтому можно сказать, что в принципе стартапы всегда должны быть готовы к сложностям, к неожиданным моментам, к кризисным моментам самое главное, да? Если у стартапа есть возможность большим деньгам дешевым, если они найдут такого человека, который позволит, который обеспечит им комфортно, скажем так, комфортную работу до того момента, пока они выпустят какой-то релиз, какой-то продукт, то почему нет? Это тоже опыт, но если такой финансовой подушки нету, безусловно, это тяжело. Окей, Байжан, мы почти целый час с вами в прямом эфире, и в завершение, наверное, хотелось бы немного так, может быть, даже подытожить. Давайте какие ваши три топ-совета для тех людей, которые хотят основать свой стартап. Давайте, спасибо, Айжан, вам еще раз всем, спасибо всех, кто нас смотрит. Я бы хотел, наверное, дать вот такой совет нашим зрителям и всем, кто пытается или думает создать свою компанию. Вот сейчас наступил кризис. Этот кризис абсолютно для всех был неожиданным. и как для компаний, так и для просто сотрудников наемных. Очень многие оказались неготовыми к этому кризису. Вот, я считаю, что каждый из нас практически обязан проанализировать, да, вот, что было не так. нет, что привело его к текущему состоянию. Ну, то есть сделать выводы из прошлой жизни, да, потому что все ситуации, в которой вы оказались, это следствие прошлых ошибок или прошлого образа жизни, да, прошлого образа жизни и прошлого мышления. Эйнштейн в свое время сказал, говорит, вы не сможете решить проблему, находясь на том же уровне, на котором она была создана. Соответственно, чтобы ее решить, ты должен встать на ступеньку выше. То же самое здесь, этот кризис пройдет, но если этот кризис показал, что, оказывается, вы не готовы к таким потрясениям, то надо поменять, проанализировать его, сделать выводы, может быть, какие могут быть выводы, больше, может быть, вкладывать в себя, в свои знания, больше экономить, больше изучать финансовую грамоту, больше обращать внимание на какие-то макроэкономические показатели, переосмыслить свое время, правильно ли ты, тем ли ты занимаешься, на то ли ты трачешь время свое, как-то стать более эффективным. И тогда, вот еще раз, этот кризис, если он, из него были сделанные выводы, то это не кризис, это урок, да, как у нас ребят говорит, это обучение. Сделали выводы, стали сильнее, пошли дальше, и вы же тогда следующие, следующие вещи, они будут гораздо проще, и вы станете гораздо сильнее. Поэтому себя, анализ, 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 еще раз. Да, и, наверное, можно даже подытожить, не всегда, возможно, нужно сразу же начинать, да, идти в стартап, нужно прокачать те навыки, которые вы уже сказали, это руководителя грамотного сделать, изучить финансовую, финансовую грамотность, менеджмент, и уже начинать двигаться вперед. Да, мало того, что у нас специфика Казахстана сложная, да, так еще и, так еще и рынок венчурного капитала не развит. Да, вот, если брать Америку, где рынок венчурного капитала развит вроде бы, да, и денег достаточно много простых. Вот даже согласно статистике в Америке самые успешные стартапы это те стартапы, которые основаны сотрудниками старше там 30 лет. Да, то есть даже 35, сука, я помню. Ну, то есть это люди, которые уже поработали в крупных компаниях, они знают эти процессы, они знают, как работает бизнес, они посмотрели какие-то боли, они посмотрели, как руководить. Ну, в общем, набрались опыта и уже готовы этот опыт применить в своем стартапе. И это органически правильный способ. Не обязательно всем, как говорится, сразу становиться, идти в бизнес, не обязательно всем сразу же попытаться основать свое дело. Еще раз, никто не запрещает это решение собственного человека, вопрос, чтобы оно было осознанно, оно было с пониманием, что у тебя есть очень высокие риски, если ты обладаешь меньшими знаниями. И больше шансов преуспеть, если у тебя эти знания есть. Окей, супер. Вот и подошел к концу наш целый часовой эфир. Байжан, большое вам спасибо. Я думаю, очень много сегодня полезных инсайтов мы получили. Мы обязательно сохраним этот прямой эфир, закинем его к нам на YouTube, поэтому еще раз те, кто присоединился к нам позже, вы сможете его пересмотреть. А мы приглашаем всех, и в том числе вас, Байжан, завтра в прямой эфир с основателем компании Sun2Fay. Это онлайн покупка и бронирование авиабилетов. Поэтому спасибо вам еще раз большое за прямой эфир. Спасибо вам. Спасибо нашей аудитории, что вы были с нами. До свидания, и будьте всегда на связи со Станахаб и за нашими новостями. До свидания. Спасибо всем. До свидания.